приветствую вас уважаемые подписчики и гости моего канала магия успеха 2 самопознания меня зовут наталья кто со мной еще не знаком и сегодня предлагаю разобрать тему его мысли о вас самого утра это наша традиционная тема поэтому настраивайтесь на расклад подумайте об этом человеке представьте его визуализируйте все как обычно девочки руки-ноги не скрещивайте для того чтобы поток информации шел к вам напрямую посмотрим каких энергиях находится загаданный человек относительно вас и будем уже смотреть ответ на наш вопрос и так каких энергиях находится загаданный человек относительно вас идет очень мощная трансформация эта трансформация для него непростая непростая девочки сейчас либо здесь человек хочет возобновить отношения с вами либо он понимает что это действительно уже завершение ваших отношений и дальше ничего между вами не будет и честно говоря вот с осознанием допустим того что ваши отношения они никак не могут восстановиться здесь у человека идет внутренняя агония ну как внутренняя агония душевные переживания много мыслей эти мысли понимаете они больше будут такого плана как потеря человек потерял в своей жизни что-то очень важное что-то очень главное и сейчас вот то что между вами происходит скорее всего не общение на это повлиять человек не может его душа давайте так скажем она реально мечется она не может найти успокоение человека здесь может все знаете как не раздражать да а если к примеру есть какие-то напоминания вас будь то не не знаю общие фотографии музыка и так далее тому подобное здесь не про воспоминания девочки речь идет а здесь конкретно высшие силы ему дают какие-то намеки подсказки по поводу вас в целом и для него вот это вот ощущение что вы где-то рядом она не остается бесследно на самом деле материальном мире вас рядом нет и от этого становится человеку еще сложнее еще печальнее и угрюмость вот у него внутри вот это такое угрюмое состояние во внешний мир он конечно может показывать что у него все хорошо у него все замечательно и гей на самом деле то что у него происходит на сердечной чакре и вообще в его мыслительных процессах оставляет желать лучшего вот это состояние для тех девочек чей мужчина хочет все-таки возобновить ваши отношения это знаете как вот говорят такую фразу запрыгнуть в последний вагон он может действительно надеяться на этот момент что вы возможно где-то его простите вы можете где-то с ним договориться если смотрите тут еще такой момент для кого-то может проиграться что ваше отношение они пришли к такому этапу когда необходимо действительно необходимо перейти на новый уровень ваших взаимоотношений и чем быстрее это произойдет тем лучше время вот тут человек может действительно ссылаться на время время неумолимо бежит и и где-то свое время что-то притормаживалось между вами допустим предложение руки и сердца это как один из вариантов да либо познакомить вас с родителями потому что здесь стоит семейный эгрегор либо познакомить вас не со своими родителями а просто как бы познакомить со своими очень близкими друзьями к примеру вовлечь вас в его какие-то очень важные жизненные процессы рассказать вам какие-то сокровенные вещи вот здесь вот что-то такое может быть это не тайны нет но есть для него что-то очень важное главное чем вы по сути человек готов с вами поделиться возможно ему нужна ваша подсказка потому что знаете как только в вашем лице человек может видеть вот эту поддержку вы его не придадите вы его не оставите вы его поддержите и так далее так далее так далее вот тут вот такое вот три три направления для разных абсолютно пар я имею ввиду в каких вы взаимоотношениях кто-то расстался допустим кто-то в отношениях находится но какие-то судьбоносные события действительно сейчас могут произойти между вами да в чем-то человек может открыться вам либо вы ему можете открыться кстати вот какую-то правду истину сказать потому что это гложет внутри гложет и надо надо это озвучить чтобы ну возможно облегчение дать как себе так и партнеру какой он сам по себе давайте посмотрим какой сам по себе загаданный человек какой он сам по себе паш мечей как-то сразу выходит честно говоря но безусловно здесь человек амбициозный очень амбициозный нет девочки король пентакли но иногда он позволяет себе быть непредсказуемым по сути он стабилен да он где-то уверенный в себе даже чрезмерно уверенный в себе но вот эта уверенность она не всегда будет подтверждаться его делами кстати да здесь человек будет бунтовать ерепениться по поводу того что если к примеру его кто-то захочет получать как жить как действовать как поступать здесь человек конечно будет упираться ручками и ножками и такая фраза не учите меня жить я сам кого хочешь научу кстати вот такая тут тоже будет прослеживаться тенденция как бы не учите меня жить помогите мне материально что-то такое этому человеку возможно всегда будет не хватать денег и не важно сколько у него они и ну их есть да сколько у него на счетах ему будет казаться все мало мало хочу больше и так далее здесь человек который стремится к известности известность безусловно она бывает разная допустим к примеру человек хочет выступать на на публику на сцене быть депутатом то есть чтобы его люди слышали да чтобы он такой был как некая звездочка на небосклоне и чтобы с него причем брали пример для некоторых конечно же здесь человек может брать какой-то определенный узкий круг но чтобы в этом узком кругу он был таким знаете востребованным но опять таки да чтобы прям на него смотрели им восхищались и так далее сам по себе человек конечно здесь материально ориентированный для него безумно важно в каких условиях он живет чем он питается что он одевает то есть здесь понимаете человек всегда желает ну как бы пробить свой потолок иногда иногда у него может доходить вот такой кризис когда он не понимает как реально ему поступать потому что каких-то знаний ему будет не хватать и вот смотрите исходя из той энергии которую он показывает относительно вас возможно для кого-то действительно вы являетесь таким человеком который может подкрепить его уверенность в какой-то цели здесь человек сам по себе такой цели с определенными целями и старается к ним двигаться во что бы то ни стало как бы трудно ему будет плохо ли ему будет или это будет как по маслу у него все идти но в любом случае он не отступит от своей цели такой напористый мужчина здесь безусловно но напористость это хорошо но дело в том что он не доверяет он не доверяет тем людям которые действительно могут быть рядом с ним он очень подозрителен потому что ему будут будет всегда казаться что ему завидуют у него хотят урвать ужать какой-то кусочек ну он такой он может быть жадненький на эмоции тут однозначно человек не такой открытый ему допустим к примеру выразить свои чувства это будет сложно он такой больше заземленный человек хотя по аркану звезда он тоже такой своеобразный понимаете когда у него будет вот как некий такой пик внутреннего подъема человек может открыть свою сердечную чакру и действительно может признаться в чувствах но это крайне редко и если он это сделает то он сделает только избранному человеку ну с одной стороны наверное это и правильно зачем распыляться словами если он действительно внутри не ощущает вот этого подтверждения что он допустим реально влюблен в кого-то или конкретно он кому-то доверяет с одной стороны здесь человек ну как бы ну адекватный да но все-таки он космос его сложно будет понять вот знаете еще такой момент из потока идет что этот человек может находиться с вами в одном пространстве но он может смотреть в какую-то одну точку и ты не понимаешь что ли он с тобой сейчас здесь и сейчас либо он где тут вот немножко у него как знаете он уходит в какой-то ну релакс не могу сказать ну в общем он где-то зависает где-то там подвисает а потом он обратно возвращается это знаете как ущипните меня наяву я или во сне вот какой-то такой интересный мужчина к нам сегодня пришел также вы можете смотреть безусловно на своего супруга либо на того человека которого вы увидите своим супругом ну либо девочки опять-таки третий вариант это может быть к сожалению не ваш мужчина то есть он уже занят кем-то вот кстати этот человек очень такой знаете на язычок островат может постоянно подстегивать неважно кого он даже вас может подстегивать вот такое красноречивый говорливый но в какие-то моменты он реально может и помолчать что происходит между вами по его мнению какие ваши отношения на его взгляд какими он видит ваши взаимоотношения все-таки посмотрим непростые конфликтные 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 какими он видит ваши отношения на самом деле ваши отношения для него это что-то очень огромное важное где всегда есть запал на на что-то новенькое вот смотрите ваше отношение они могут всегда привносить какие-то совершенно иные новые коррективы при беседе допустим что-то человек может выявить для себя совершенно ну вот опять-таки новенькое да если допустим какие-то действия совершает либо он либо вы это опять новизна но самое здесь любопытное что вот эта новизна она обогащена ресурсностью то есть этого много и конфликт происходит а я вот это много взять не могу понимаете тут какой момент постарайтесь сейчас понять о чем я пытаюсь вам донести как бы попроще объяснить вам еще раз да девочки для него эти отношения они действительно как целый необъятный мир который наполнен разными инструментами разными новыми водными то есть как объяснить господи смотрите здесь получается что когда вы к примеру вместе это постоянное обновление энергии нету застоя это креатив это новизна это что-то такое восторгающее это захватывает дух это как некий такой адреналин у вас могут быть вот эти знаете частые споры то есть у него есть свое мнение у вас есть свое мнение вы это все озвучиваете вы это все обсуждаете и это интересно это будоражит сознание тогда когда мы допустим встречаем человека им точки взглядов не совпадают на какие-то процессы там есть развитие там реально есть развитие и для и вот человек ощущает что это как бы полезно и нужно как бы для него для самого его копилку насколько вам это полезно он конечно может догадываться что по сути вам тоже как бы интересно потому что пятерка жезлов она как бы такая карта ну как бы 50 на 50 и мне интересно как бы и тебе интересно да но смотрите конфликт он все равно интересов здесь присутствует но это и завораживает это и вдохновляет это и будоражит здесь безусловно много страсти физического притяжения здесь громадье и каждый раз допустим когда у вас создаются вот эти вот соития да то это новые ощущения и они захватывают дух и самое что здесь любопытное мы настоящие мы искренние в этих отношениях мы такие какие мы есть то есть по сути человек может размышлять так что тогда когда он находится рядом с вами он действительно может раскрываться но здесь по полностью девочки он не раскроется все таки это король пентакли но насколько он может ну давайте условно на 50 процентов он раскрывает свое настоящее свою настоящую суть для него эти отношения очень важны если допустим к примеру между вами есть расстояние то вот преодолевать расстояние это которое есть между вами ему это интересно для него это ново для него это опять таки как для мужчины очень важно вот это чувство завоевания преодолевать что-то для него это вот прям интерес сокращать расстояние между вами ему интересно человек ну как бы захвачен что еще здесь можно сказать если к примеру если к примеру ваши отношения сейчас вообще стоят на стопе развития нет поставлена точка то на самом деле там точки нет там еще очень все живо там много страсти там много огня и здесь человек либо реально хочет вновь объединиться с вами допустим да реально вновь объединиться с вами а для кого-то все-таки девчонки проиграется что здесь человек может для себя найти какой-то совершенно новый мир который ему сейчас очень интересен но хотя наверное вот смотрите если даже у него сейчас отношения складываются с кем-то с другим у него идет внутренний конфликт потому что все равно он не может еще полностью отречься от связи с вами вот тут тут тоже интересный и может быть ему и хотелось бы да не получается он считает что вы его не где-то не отпускаете вы его держите хотя казалось бы пятерка жезлов она не про держание но в данном в данном сочетании карт я могу сказать что видите первый аркан вышел самый такой непростой это тринадцатый где мы еще очень сильно переживаем мы не отпустили мы еще варимся вот в этом во во всем внутри у нас вот еще раз повторюсь успокоение души нет он может быть и готов еще раз пойти в какой-то новый мир для себя но у него не получается девчонки он вас оставить не может думать он о вас не может забыть он вас не может вернее не думать о вас он не может вот так хорошо вот как раз таки давайте будем смотреть что же думает о вас загаданный человек с самого утра его мысли его мысли о вас с самого утра его мысли о вас с самого утра ну вы ему представляетесь такой тоже женщины довольно таки закрытой человек о вас с утра думает с любовью однозначно сердце его трепещет но у него видите как размышления идут если если к примеру он прорывается ваше пространство вы как женщина справедливая вы как женщина умная сможете ли все таки сделать выбор ну как бы выбрать общение с ним я говорю пока сейчас про общение там безусловно может быть много критериев да когда вы взаимодействуете друг с другом он не вас больше показывает как статус бывший но еще раз повторюсь но он не хочет чтобы вы были бывшие у него ему сложно от вас отказаться королева мечей это заноза которая сидит не только на сердечной чакре но она в первую очередь в голове вы постоянно в его мыслях 24 на 7 где-то он хотел бы не думать о вас но опять таки девочки повторюсь у него не получается он утром просыпается и все и вы врываетесь в его пространство вы нарушаете все его границы понятно что вы ничего не делаете ясное дело но его мозг пытливый мозг он все равно начинает день с вашего образа смотрите как интересно чем вы холоднее с ним тем у него опять больше внутри идет разгорание страсти заинтересованности вас чем вы дальше тем вы более интересны этому человеку тем он больше знаете включает вот эту свою свое мужское завоевательское мне надо ее добиться мне надо добиться ее расположения но размышлять то человек может действия не всегда они могут быть стопроцентными что действительно человек вкладывается и добивается вашего расположения потому что вот смотрите здесь на самом деле человек все усложняет может быть не так все сумбурно к примеру да не так все заблокировано может быть вы его особо то и не заблокировали да в принципе у вас есть к примеру как бы желание да мотив для того чтобы в принципе можно еще пообщаться с этим человеком а он будет себя накручивать что вы категорически не хотите с ним общение вы от него закрываетесь а по сути вы с ним готовы общаться а он может это все усложнять он может это все накручивать и так далее так далее чтобы прям вот быстро или какую-то стену и не хотите с ним вообще никаких коммуникаций усложняет у него реально может может путь быть открыт к вам но он будет себя накручивать как бы и себе утверждая что нет нет она меня не примет нет нет она мне откажет в общении нет нет она не захочет со мной взаимодействовать смотрите если допустим вы с этим человеком в хорошем более-менее хорошем взаимоотношении хотя ну редко наверное такие люди будут смотреть расклады но тем не менее да что здесь какие мысли могут быть у человека как бы с вами как бы вас с утра условно заинтересовать для того чтобы ну наполнится наполнится как бы как бы к вам подойти так чтобы было хорошо и вам и ему что человек будет думать о вас в течение дня или что человек думает о вал думал или думает о вас в течение дня смотря девочки когда вы смотрите данный расклад а шпин так ли а может написать а может позвонить ой нет нет я подожду подожду может быть мне как-то сам но здесь манипуляция здесь манипуляции здесь человек все таки бьет себя по ручкам бьет себя возможно по ножкам да чтобы все таки к вам дорогу не содержать если у вас все хорошо если у вас все замечательно смотрите здесь человек может вам предложить начать какой-то я не знаю проект откладывание денег для того чтобы по итогу получить или купить что-то такое весомое да и он кстати будет вас убеждать что это действительно нужно это практично и так далее и тому подобное то есть человек в течение дня может размышлять о том какое бы вам предложить действо и это кстати может действительно касаться либо финансового аспекта чтобы приобрести стоящую какую-то вещь ну либо здесь какие-то вот прям я не знаю девчонки а может нам ребенка родить я в принципе готов вплоть до таких вещей у человека могут быть размышления почему это говорю потому что на дне колоды десятка пентаклей это все-таки семья да это мы мы сплочены здесь конкретно человек хочет опять-таки либо семейный такой очаг с вами но только надо безусловно в него вкладываться да если надо родить детей то человек в принципе готов здесь и родить детей почему бы нет ну либо здесь в целом как бы обогатить свои сундуки золотом ну я понятно что хотя кто-то у кого-то могут быть в сейфах действительно слитки золота девочки все разные смотрят поэтому здесь приумножение однозначно приумножение капитала это должно быть что-то совместное и ваше участие в этом имеет место быть еще какой здесь момент если допустим к примеру девчонки вы смотрите все-таки на мужчину который женат ему и хочется с вами коммуникации ему хочется взаимодействия но еще раз повторю здесь он бьет себя по ручкам ну вроде бы с одной стороны готов да с вами пуститься в романтик а с другой стороны ну пока ему возможно и не надо не к спеху понимаете не к спеху подождет подождет ничего с ней не случится я пока буду заниматься вопросами семьи там своими рабочими процессами и так далее и тому подобное подождет безусловно кто-то из мужчин будет ждать проявления от вас вот в мыслях с утра у человека может как бы сформироваться вот такая идея если вы его еще любите если вы еще в нем заинтересованы то вы перешагнете через свою королеву королеву мечей и все-таки проявитесь по отношению к нему королева мечей по сути она никогда первая проявляться не будет она закрыта да ей может быть внутри больно да ей может быть внутри дискомфортно но она все равно не будет она лучше погрызет подушку как говорится ночью но первой она никогда не пойдет для нее это табу для нее это будет знаете как реально переступить через свое эго унижение там я не знаю для нее это не хороший процесс поэтому здесь конечно он надеется что вы все-таки переступите переступите перешагнете через себя что человек будет думать о вас на ночь глядя давайте посмотрим что будет человек думать о вас на ночь глядя позови меня с собой да позови меня с собой король мечей вот смотрите если здесь девочки вы не проявляетесь к этому человеку не звоните не пишите то он по завершению дня себя накрутит до до накала не звонишь не пишешь ну и не надо не больно то лучше хотелось хорошо если ты королева мечей я тоже буду принимать твою позицию я тоже через себя перешагивать не собираюсь и не буду я закрою все свое желание по отношению к тебе на десять замков и ты вообще никогда не услышишь как неплохо как мне досадно больно без тебя а ему так хочется девочки чтобы вы действительно ворвались в его пространство потянули его за собой в пучину страсти в пучину наслаждений в пучину праздника удовольствий и так далее и тому подобное но этого не происходит и здесь человек начинает злиться каждая мысль о вас она становится более колкой более болезненной но это для него не для вас то есть человек реально себя накручивает и ему так тошно потому что на дне колоды пятерка пентаклей ему реально девчонке тошно от того что он не может не может пойти по зову своего сердца так наверное скажу здесь упирается возможно человек реально не привык за кем-то бегать а для него допустим если он к вам проявится то реально он будет считать что он за вами бегает это не в его правилах понимаете все таки ему больше будет важнее приятнее чтобы на него всегда обращали внимание потому что все таки по его характеристике паракану звезда он такой более звездный ему аплодируйте условно да на него обращайте внимание и им восхищайтесь он сам конечно может восхищаться другими людьми но он не будет это девчонке показывать особо ну да еще раз повторюсь но даже если он кому-то это и показывает то это прям человек мега для него чтобы он смог хотя бы на 50 процентов открыть свое свою душу если допустим к примеру у вас ну более или менее все хорошо у вас там есть какие-то планы и так далее и так подобное то здесь человек реально принимает решение основательное решение даже если он подозревает что могут быть и препятствия могут быть какие-то кризисы в будущем все равно человек будет твердо стоять на своем решении если к примеру он определяет что хочет родить ребенка с вами то все однозначно решение принято я работаю в этом направлении или к примеру опять таки да мы хотим улучшить наше жилище там увеличить наш капитал мы принимаем это решение совместно вместе трудимся стараемся укрепляем так сказать наши позиции здесь прям четко жестко будет вот прям непоколебимо то есть девочки он с этого пути не свернет и если к примеру вы вдруг засомневаетесь что человек как бы уйдет съедет с этого обещания с этого разговора нет он будет держать свое слово здесь сто процентов для него это выгодно для него это важно в первую очередь девчонки для него здесь он тоже здесь нужно понимать что как вы там себя будете чувствовать к примеру по достижении этой цели это немножко такая второстепенная история самое главное как он себя будет ощущать вот это вот будет в приоритете для него поэтому здесь он вообще не свернет с этого решения ему очень важно так что девчонки если для кого актуально по сути вопросы дети вопросов о детях то тут мужчина в принципе да да готов стать родителем таким серьезным строгим кстати он может себе представлять реально строгим родителем но справедливым правильным да сюсюкать он не будет ну это мужчины так всегда думают да а когда малыш рождается там все он расплывается мягкий становится ну опять за всех мужчин говорить не буду но в большинстве случаев да ты моя кровиночка ты моя лапочка ну и так далее да то есть мужчина становится на самом деле намного мягче эта женщина будет такая командирша да воспитательница мужчина нет кстати мужчина такой более лояльный но в любом случае если рождается парнишка да в семье то он будет стараться его воспитывать как мужчину да то есть чтобы он все таки держал слово ну и так далее да то есть более какие то внедрять в него вменять ему мужские качества хорошо давайте посмотрим его самая главная мысль о вас которая не дает ему покоя самая главная мысль о вас которая не дает ему покоя самая главная мысль о вас которая не дает ему покоя Для тех, кто всё-таки с каким-то предложением, девчонки, к вам идёт мужчина, да, то всё-таки как бы с вами договориться, какие аргументы вам привести для того, чтобы всё-таки свершилось вот это вот начинание. Тут главное начинание, да, для него очень важно. И какой-то, возможно, стиль общения между вами, который был, он ушёл как бы далеко в прошлое, и произошли какие-то изменения. Для него важны, кстати, вот эти вот изменения, другое поведение, другое обращение друг к другу. Для него это вот, кстати, очень важно, и вот это вот его реально беспокоит. Главное, чтобы всё получилось, главное, чтобы всё сложилось так, как ему хочется в отношениях с вами. Для кого здесь уже реально точка, да, то что бы он ни думал, как бы он ни размышлял, он понимает, скорее всего, у него не получится с вами договориться, даже если он к вам придёт с повинной головой. С одной стороны, реально ему хочется, хотелось бы, но тут опять 100% нет. мысль, если я приду, повинюсь, если я попрошу прощения, искренне, от всей души, как говорится, да, может ли у нас что-то измениться или нет. И вот эта вот мысль, она реально взрывает ему мозг, потому что, с одной стороны, он может действительно рассчитывать на положительный результат, что вы его простите, а с другой стороны, он чувствует, что всё бесполезно и всё тщетно. Возможно, время уже ушло. Кстати, вот первое то, что я озвучила, время. Возможно, он не успел вовремя спохватиться. Говорят же такую фразу «дорога ложка к обеду». Возможно, долго межевался здесь человек, чтобы с вами что-то обсудить, в чём-то действительно искренне, ну, как бы повиниться, да. Понимаете, Паш Кубков – это всё равно… Мы хотим примирения, потому что мы чувствуем за собой вину. Мы хотим повиниться, мы хотим попросить прощения. Чисто, искренне, правда. Но, ещё раз повторюсь, даже если человек идёт к вам с открытой душой, у него есть подозрение, что это будет всё зазря. И он действительно за это переживает. Восстановиться уже ничего не может. И, безусловно, это ему не даёт покоя. Потому что человек упустил в вашем лице, скорее всего, очень важного и значимого человека. Очень важного. Ну, такое бывает, к сожалению. Когда у нас рядом что-то есть, мы к этому относимся поверхностно. Или кто-то есть, да. А когда мы это действительно упускаем из своей жизни, вот тут-то мы хватаемся за голову и кричим помогите, спасите, только толку от этого нет. И если действительно вы, девочки, королева мечей, то у вас будет такая фраза «Уходя, уходи». Королева мечей возвращаться никогда не будет, кстати. Если она уже принимает решение, то это всё. Но видите, он тоже тут королём мечей нам показывается. Вы из своей хладнокровности, он из своей хладнокровности. Видите, а разум говорит одно, а чувства-то куда? Потому что аркан влюблённые, чувства-то есть. Если бы не было бы чувств, такому внутреннему раздрая не было бы вообще в априори. А здесь человек прям внутри кипит, бурлит, протестует, соглашается, потом опять протестует. Ну, в общем, как некий... Знаете, так и хочется сказать, как варится в котле, постоянно обжигается. Значит, ему так надо прожить этот период в жизни. Скорее всего, из-за этого он получит хороший урок. Девочки, а урок, скорее всего, он получит за то, что он всё-таки не был честен ни с вами, ни с самим собой. Пытался где-то хитрить, лавировать, урвать, ну и так далее. В общем, к нам всё равно рано или поздно прилетает обраточка за то, что мы делаем какие-то вещи, которые, ну, не совсем, наверное, будут правильны с точки зрения закона Вселенной. Должно быть всё в балансе. А здесь баланс, к сожалению, человек не сохранял в своё время. Старался хитрить. Тут предательство, конечно, может быть. Даже если не предательство, то в любом случае вот эта постоянная какая-то уловка, манипуляция, недоговорённости, ну и так далее, и так далее, могут сейчас очень чётко отражаться, в первую очередь, на его психике. Всё, девочки, не буду дальше разглагольствовать. На этом я завершаю. Поэтому, пожалуйста, пишите в комментариях, насколько с вами резонирует, насколько с вами проигрывается. Благодарю вас за вашу поддержку. Подписывайтесь. Чем больше будет подписок, тем больше алгоритм канала будет предлагать мои видео, и в кратчайшие сроки нас достигнет ровно 15 тысяч, и я тогда с огромным удовольствием, девчонки, проведу для вас розыгрыш на расклад, на разбор вашей ситуации, которая вас беспокоит, волнует, и это абсолютно безвозмездно. Поэтому подписывайтесь, делитесь ссылочками. Желаю всем прекрасного настроения, и всего доброго. До новых видео.